Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков Мы находимся в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим Медленно, но верно Пост, Великий Пост Наш подвиг Великопостный Подходит к концу Мы все ближе и ближе к Пасхе И, естественно, уже не первый год Те, кто знают и смотрят нас регулярно Мы к этой теме подступаем заранее И обсуждаем для того, чтобы войти Во всю полноту этого праздника И сегодня мне хотелось бы начать Нашу передачу с необычным образом Обычно я так не начинаю Но с цитаты одного замечательного стихотворения Которое, ну, вот уже лет шесть Достаточно популярное Тимура Кибирова Небольшой отрывок А у этих Господь Ого-го какой Он-то и впрямь владыка земной Сей мир, сей век, сей мозг головной Давно под его пятой Весон багреница, венец золотой В круг трона его веселый гурьбой Эван эвоя пляшет рот людской Быть может и мы с тобой Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок Но наш-то, на ослике цок да цок На встречу смерти своей На встречу со страшную смертью своей На встречу со смертью твоей и моей Не плачь, она от него не уйдет Никуда не спрятаться ей Замечательное отображение того О чем мы сегодня будем говорить В нашей студии Мы поговорим о том, почему Христос Так целенаправленно не хочет Не хотел брать в руки земную власть Почему он царь, но царь небесный Поговорим о царском достоинстве Христа С нашим гостем, философом Юрием Смирновым Здравствуйте, Юрий Здравствуйте, батюшка Здравствуйте, телезрители Мы с вами договорились, что в эти дни Мы встретимся с вами несколько раз Для того, чтобы разъяснить Как Христос самоопределяет себя И вот в преддверии праздника Входа Господня, когда мы будем Честовать события его вхождения в Иерусалим На ослике, цок да цок Нам захотелось поговорить о том Как соотносит себя Христос с властью Почему бы ему не взять этой самой власти Как его просил еврейский народ Его же так хотели, так ждали Что вот он придет как мессия Мессия именно как земной царь Возьмет в руки скипетр Поработит все те народы Которые угнетали еврейский народ Всем отомстит Еврейский народ вознесет Опять вернется тема Богоизбранного народа Вот почему Христос так нарочито Даже не на коне, а на осле Входит в Иерусалим Давайте поговорим об этом Ну и в общем-то это мой первый вопрос Как вам кажется, как вы это видите Для себя, как вы разрешаете Каковы отношения Христа с властью В концепте власти Ну во-первых Отец Сергей, во-первых я Хотел бы сказать о том, что Ответ-то лежит на поверхности Он очевиден Вот Царство Христа, оно не от мира сего Но это не значит, что оно чуждо Этому миру Вот события, которые мы празднуем Да, собираемся праздновать Оно интересно тем, что Мы видим сразу Христа С двух сторон Во-первых, мы все-таки видим, что он царь А во-вторых, что это царь другой Чем ожидалось Во-первых, я хотел бы сказать, что он Все-таки царь И сама концепция власти Совершенно ему не чужда Другой вопрос, что Это власть иной природы Иной конституции Но Сама уже Сам догмат о Троице Отце, Сыне и Святом Духе Нам говорит, что Есть все-таки Некая иерархия Даже внутри Божества Обратим внимание на то, что В течение своей всей земной жизни Иисус очень подчеркивал Своё послушание Отцу При этом Он равно подчеркивал Своё Равенство Отцу Вот для нас Людей Это Какая-то дилемма Какое-то противоречие А для него-то нет То есть Для нас В подчинении Есть какое-то Уничижение А наоборот Во властвование над кем-то Какое-то Возвеличивание Он на эти вещи иначе смотрит Поэтому Во-первых, действительно Он всегда признаёт Вот о чём Евангелие По сути Иисус Христос Свидетельствует О себе Он не рассказывает нам Доктрины Догматы Концепции Идеи Он рассказывает Показывает себя И Разъясняет себя А это значит Свои отношения Внутритраические отношения В общем-то с Отцом Большому счёту Вот Поэтому Сама идея Но эти отношения Они основаны на любви Они пропитаны любовью И в общем-то суть И есть любовь Вот Поэтому С одной стороны Это не значит Ой, давайте Не будем говорить О иерархии И власти Это Не Не по-христиански Нет ничего подобного Вот Вот Давайте посмотрим На его Въезд в Иерусалим Давайте Он едет в Иерусалим Интересные факты Происходят Во-первых Во-первых Пророками было предсказано Что Радуйся дочерь Сиона Царь твой Грядёт Сидя на ослике И Вы знаете Когда входит царь Да Обычно его Готовятся к его принятию В данном случае Мы тоже со стороны людей Видим Что они его принимают Как царя Пусть это была Какая-то спонтанная подготовка Неофициальная Но народная Они постилают одежды Под ноги ослика Они Нарезали пальмовые ветви Постилают Под ноги Вот Но Обратите внимание Батюшка Господь-то тоже готовится К этому царскому въезду В Иерусалим Он Организовывает ослика Он говорит ученикам Должно быть всё Как предсказали пророки При въезде царя В Сион Он поручает апостолам Они приводят этого ослика Он на него садится Во исполнение Пророческого слова Чтобы действительно быть Этим опознанным Царём Вот То есть Он участвует В подготовке Торжественного въезда Это первый факт Я это сейчас Подчёркиваю сторону Что сама Что он всё-таки царь Хотя Другая сторона Мы тоже поговорим Об этом Он цариной Потом Обратите внимание Ведь толпа его Очень радостно приветствует И в одном из Евангелий Рассказывается Что фарисеи Были смущены Такими почестями И предложили ему Быть более скромным И попросить Попросить Всех замолчать И прекратить Это вот эти вопли Асанна Благословен Грядущий Во имя Господня Вот На что Господь Говорит Что если они Замолкнут То камни Возапиют То есть Насколько В общем-то Понимаете Царь Въезжал В свой царствующий Престольный град Но вот Как его Рождество Когда царь Вошел во вселенную Было в общем-то Очень на самом деле Скромным Так же и тут Мы видим Что Это Другую грань Видим Что эта встреча Она Это Этот въезд Царя Он иной Он Неофициальный Необладательный Он Не связан С такой Помпой Это Народное Ликование Люди Ждали Царя Да Они ждали Его Как Кстати Интересный Третий факт Он не пытается Не бросается Всем разъяснить Что Я не такой Я не земной Царь Я царь Небес Он не Бежит Все мы Его все Встречали Как земного Царя По мере Ну Своего Скудаумия По мере Своего Вот Человеческого Какого-то Недопонимания Но Господь Не начинает Им тут же Разъяснять Что я Другой Царь Они это Поймут Со временем И это Будет Причиной Распятия Да 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 Совершенно Верно Вот И это Будет Одной Из причин Распятия Даже И апостолы В общем-то Поймут Это Тоже Потом После Распятия Вообще-то И Интересно То Что Он Поэтому Сам Факт Что Люди Признают В нем Царя Даже еще Не понимая Какого Что он Не земной Царь А он Царь Небесный И его Царство Как он Скажет Пилату Не от мира Сего Ну и И ученикам Даже Это Он Не торопит Их Тут Все Разъяснить Вообще Господь Удивителен Тем Что он Не торопится Разъяснять Он Позволяет Самой Самому Ходу Жизни Все Расставить Точки Над Ну Тут Б Вот Какой Нибудь Обыватель Ты Как раз Б И Сказал Ну Хорошо Допустим Ладно Это мы Будем Говорить Об этом Не знаю В контексте Может быть Страстной Седмицы Ты Не отвечаешь На просьбу Фарисеев Книжников И Первосвященников Не сходишь С креста Не поражаешь Нас чудом Но Разъяснить Ты Ты Ведь Можешь Ну Ну Ты Ты Сразу Сказал Что Ты Просто Вот Такой Условно Говоря Бродячий Равин Учитель Что Ты Не Зелот Ни Разу Что Ты Никаких Восстаний Организовывать Не Будешь Кстати Говоря По Преданию Ведь Варава Его же Вот Варава Это что Это Кличка По сути Делал Бараба Сын Отца Фактически Это Ни что Да Это не имя А звали По преданию Этого человека Иисус Вот Есть два Иисуса Иисус Зелот Который По преданию Опять же Не просто Был разбойник И убийца А это Был тот Кто Поднял Восстание В Иерусалиме Незадолго До И пытался Свергнуть Власть Окупантов Рим Вот Просто В ходе Этого Восстания Кто-то Пострадал И был Убит И вот Есть Этот Иисус Зелот И есть Иисус Незелот Иисус Ну Разъясни Ну скажи Сразу Что ты Не таков Ну вот С одной Стороны Вроде бы Как бы Принимаются Правила Игры Да На ослики Да Торжественно Да Я не буду Вас заставлять Молчать Пойте Асан Но с другой Стороны Когда вы Вдруг Все поймете Вас это Ну Батюшка Мне кажется Что все-таки Господь Он сказал Кто он такой Вот Пусть это было Не сразу Не с первого дня Его прихода На землю Начало Служения Его Вот Но он Сказал Об этом По крайней мере Да Да Не Народу Но ученикам Неоднократно Он говорил Например Я есть Сущий Я и Отец Одно И так далее То есть В принципе Этими словами Полны Другое дело Почему он Понимаете Господь Не занимается Догматикой Вот это Для меня Это вот Важно Он Себя Не Не догматически Излагает Он Просто живет Среди нас И позволяет Нам Приобрести Опыт Встречи с ним И общения С ним И Господь Который О котором Сказано Что он Льна курящегося Не угасит И трости Надломленной Не переломит Любое наше Какое-то Любое наше Какое-то Понимание Его В правильном Направлении Приветствует Да Они поняли Что он царь Но еще не поняли Какой он царь Ну и это уже Вот Я думаю Когда мы Стоим На празднике На литургии Вербное воскресенье И празднуем Вход Господень В Иерусалим С вербовыми ветками Ведь Мы тоже Фактически Фактически Вот Мы его Приветствуем Как царя Для меня По крайней мере Это так Как для простого Рядового Прихожанина Вот Ведь Это событие Мы переживаем Вот Тут момент Такой Что мы Это событие Вроде было 2000 лет назад Примерно Да Но Поскольку Все Каждое событие В жизни Христа Оно вечное Вот Оно принадлежит И времени И истории И оно вне времени То мы точно так же Празднуя этот праздник Фактически Участвуем В этой же церемонии В этой же процессии Вопрос Мы Не повторяем Случайно ли Ту же ошибку Что и Евреи 2000 лет назад В том смысле Что Нам Христос В своем Евангелии Апостол Павел И другие апостолы В своих Веручительных Посланиях Рассказывают О том Каков он царь А мы все равно Ждем Условно говоря Такого земного царя Ну в каком ключе Понятно что он сейчас Не входит И не порабощает Никого Но мы ждем Бога сильного Бога всепобеждающего Бога дающего Гарантии Что вот если я Христианин То все в моей жизни Будет хорошо Бога который Все устроит Он возьмет на себя Абсолютно Всю организацию Моей жизни И мне можно Скажем Уйти в тень Нежиться Как это бывает Да Ну сейчас Какую страну У нас Самая стабильная Швейцария Швеция Вот эти все Скандинавские страны Замечательно Там прекрасная Жизнь пенсионеров Там замечательная Жизнь Школьников Многодетных Семей И так далее И вот хочется Такой же стабильной Комфортной Предсказуемой Жизни Под сенью Царя Небесного Пусть мы Употребляем Слово Небесный Мы говорим Вроде бы о том Что царство Его не от мира сего Но ждем то Всего того же Чего и ждали Евреи 2000 лет назад Тогда надо Разобраться Если он царь То какой Все таки Если царство Иное То какова Конституция Этого царства Я батюшка Думаю Что мы делаем Точно такую же ошибку Какую делали люди Того времени Потому что Мы такие же люди Вот И природа человеческая Она та же самая Но Но Вот для меня Для меня Я вот когда Свою собственную жизнь Анализирую Да Ведь чем человек Занимается Он Переосмысляет Все что он прожил Вот И дает этому имена По факту И вы знаете Я Я вижу Как Вот Вся жизнь Фактически Это поиск Бога Но Сначала его Начинаешь искать Как земного царя Вот И лишь постепенно Со скрипом С трудом Через какие-то События Которые он Допускает Это Переосмысление Происходит Очень тяжело У апостолов Это произошло Быстро После его После воскресения Христа Вот У нас Как правило Это происходит Лично у меня Это происходит Годы Десятилетия И десятилетия И Вот Это Вот Привязанность К земному Она Выдавливается По капельке И если бы Господь не был Так терпелив Вот Если бы Для него Это То есть Он в принципе Вот с таким материалом Как я Как мы Он готов Работать Вот Поэтому Делаем точно такую же ошибку Делаем Но Ничего страшного Вот Пока мы Пока мы на земле Пока земная жизнь наша Не завершилась Есть возможность Для покаяния Есть возможность Переосмысления И Господь В общем-то В обильном Количестве Дает нам Такие возможности И создает нам Благоприятные Для этого условия Неблагоприятные условия Для земного Для земного Обустроенности А именно Благоприятные Условия Чтобы Переосмыслить Наши ценности И в общем-то Немножко От земного Оторваться И увидеть в нем Небесного царя И найти Безопасность нашу Не в обеспеченности земной Не в обеспеченности А найти в общем-то В обеспеченности вечной Ну вот Мы уже Как-то так Это все обтекаем И вокруг да около Уже говорим Что он царь и новик Давайте попробуем Дать определение Ну если это вообще Как-то возможно Мне кажется Вся проблема В данном случае В том, что Человеческий Понятийный аппарат Он очень хромает И Господь К сожалению Вынужден говорить На понятном нам языке То есть Вот он бы может быть Сказал бы Какое-нибудь другое слово По отношению к себе Ну например Не царь А какое-то другое Но оно нам было бы Непонятно Поэтому он использует Слово царь Которое нам ясно Вот что это Условно говоря Некий автократер Восседающий На неком небесном троне Да И держащий В своих руках Все Вот Он держит Самую жизнь В этих руках А у нас В связи с этим Есть ряд Сопутствующих Проблем Потому что у нас Концепт царства Концепт власти Всегда Как бы Тождественны Или там Ассоциируются С концептом Насилия Потому что власть Это тот Кто приказывает Власть это тот Властный Ну там Автократер Самодержится Это тот Кто Как раз Надламливает Твою свободу Да То есть Он призывает Твою свободу Покориться Его Замыслу Например Какому-то Да Хочешь быть в моем царстве Как там он скажет Апостолу Петру По-моему Да Что если не будешь Да Если я не умою ног твоих Не будешь иметь части со мной Вот это вот То есть Должны быть условия Чтобы ты стал частью этого царства И одно из условий Это какое-то Такое добровольное Соподчинение себя царю И конечно Надо Опять же Задаться вопросом Так что же Кто же такой Царь Христос Вот понятно Что он уже неземной царь Что вот мы это немножечко Отодвинули Отвергли Тогда его иное царство На чем зиждется Может быть нужно заглянуть Вовнутри троичные отношения Может быть нужно еще куда-то заглянуть Чтобы хоть немножечко Распознать и понять Что есть царство Божие Какова его конституция Как у нас есть конституция Российской Федерации Да Свод законов Конституция царства Божия И что такое концепт власти В царской В царском достоинстве Бога Если мы посмотрим На въезд Господень В Иерусалим То Как предсказал пророк Радуйся черь Сиона Се царь твой Грядет Кроткий Сидя На осленке Кроткий Вот Этот царь Кроткий Вот Я уже говорил Что вот этот Въезд Христа Как царя В Иерусалим Подчеркивает Не только его Царское достоинство Но подчеркивает И другую сторону Каково Каков характер Этого царства И даже в Ветхом Завете Вот Говорится о том Что это царь Кроткий Вот Он едет на осленки Вот Он Часть людей Которые там стояло В общем-то Оно не было Охвачено Всеобщим ликованием И он их к этому Не принуждал То есть Его власть Она не была Подкреплена Амбициозностью Силой Да И вот батюш Когда вы говорили Что наше Понятие Власти Оно немножко Искажено Нашей собственной Падшестью Это правда И здесь Боя главное Даже сказал бы Не то что Касается Силы Я бы Указал Вот на что Все таки В нашем понимании Для нас Более привычном Земном измерении Власть существует Ради самой себя Как правило То есть Власть существует И подданные Существуют Для властителя Вот У Христа Это как раз Наоборот И если даже Где-то в истории Мы видим Иные примеры То это как раз И влияние Христа Если мы находим Например Царей-правителей Которые действительно Искренне Служили народу То это как раз Благодаря Тому что Пример Христа Оказал влияние На историю Христианская революция Да И Царство Божие Оно Оно ведь Это Царство Божие Оно не где-то На небесах Оно вообще-то Вот здесь Вот Посреди нас И мы живем В удивительной ситуации Когда мы живем На грани двух миров Когда Когда тут же Присутствует Самая глубокая Греховность И самые Тут же В этом же месте И в это же время Самые высокие Полеты духа То же самое Касается власти Мы можем найти Как примеры Служения Человека Обличенного власти Так и примеры Деспотизма Когда Власть Рассматривает Собственно Подданных Именно как Средство Для самой себя Собственно Христос об этом И говорил же Ученикам Он же Батюшка Помните Говорил Что Правители мира Властвуют А у вас Да не будет так Кто из вас Больший Будь для всех Слуга Смотрите Он не сказал И так Все отныне Больших не будет Он сказал Нет Кто из вас Боль того Он сказал Если кто из вас Хочет быть великим И большим В царстве А для апостолов Это воспринималось Им и так Это более высокий ранг Иметь Пост Министр Да Вот Он говорит Будь для всех Слугой И собственно В чем он и показывает Уже после Все эти события После Но Это не значит Отсутствие Силы Которая может вмешаться Обратите внимание Батюшка Опять хочу подчеркнуть То есть Мне хочется Соблюсти баланс Я не хочу Впасть Ни в одну из крайностей Вот Вообще Истина Она всегда Как бы В разряде Молнии Между двумя полюсами Вот И нам это трудно Ее удерживать Но никуда не деться Обратите внимание На события Сразу после Входа Господнего В Иерусалим Что он делает Он делает Две Совершенно Некроткие Некротких Акта Сначала Он выгоняет Из храма Торгующих Из внешнего двора Храма Который В рынок Превратился Вот Иерусалимского И он это делает Довольно-таки Этот кроткий царь Резко Резко И не переставая Быть кротким И он Проклинает Смоковницу И эти Эта вещь Он делает Сразу же После Этого Вот То есть В общем-то Он Он Бесплодную Смоковницу Нужно сказать Да Ну тут надо Пояснить Для наших Зрителей Может кто-нибудь Читал Смоковница Это удивительное Дерево На котором Листва Появляется Позже Плодов То есть И он идет Христос Проходит с учениками Мимо смоковницы Которая пышет зеленью Вот Что соответственно Для него является Определенным индикатором Что точно есть плоды Он заглядывает Под зелень И не находит Плодов И получается Ну так Смоковница Мягко говоря Обманула их всех Вот И вот это вот Внешне Пышное Внешне красивое Но совершенно Бесплодное Он и Проклинает И этот же Господь Который проклинает Смоковницу Который Изгоняет Торговцев Из храма Чтобы они Не превращали Дом молитвы В вертеп Он При этом На тайной вечере Он Начинает Выполнять роль Слуги Фактически Раба Начинает Омывать ноги Ученикам Показывая им Пример Вот И говоря Что и им Теперь нужно Вот таким образом Поступать Таким образом И вы Батюшка Интересный вопрос Сейчас поставили Каким образом Нам Я так Перефразирую В это вот Царство Иное Царство Интегрироваться Но только у нас Совсем немного Времени Осталось Если Кратенько И может быть Перебросить Мостик В следующую Нашу Встречу Да И я бы Сказал так Что интеграция В это Божье Царство Вхождение В это Божье Царство Оно Как раз Происходит Через Нашу веру В Христа Через Воцерковление И через Соблюдение Заповеди Любви Вот Поэтому Когда Собственно Мы соучаствуем В празднике До верного Воскресения Находясь На службе На литургии Праздничной Соучаствуем В том событии В вечном событии Которое и произошло Скажем так 2000 лет назад Воцарение Христа В его воцарении Но мы уже Обогащены Последующим Опытом Да И Собственно Вот унося С собой Его В своих Сердцах Как царя Унося Его заповеди В своей Душе И Практикуя В дальнейшем Жизнь По его Заповеди Стараясь Соблюдать Заповедь Любви Ну наверное Вот я думаю Что таким образом Мы с помощью Его благодати И в общем-то Начинаем Осуществлять Практиковать Находясь Еще пока В земном царстве Но уже Начинаем Быть гражданами Небесного царства Спасибо огромное На сегодня мы Заканчиваем Но в следующий раз Мы встретимся На Страстной Седмице И поговорим О том Какие новые Наименования Дарует Христос Господь Христос Царь Своим Ученикам Ну и соответственно Через учеников Всем нам Спасибо огромное До скорых встреч В следующий понедельник Присоединяйтесь к нам Храни Господь Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok